Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитикой FIBA Group». И с нами сегодня аналитик компании FIBA Group Сергей Борячук. Сергей, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, коллеги! Что интересного на рынке сегодня? Какие события? Сегодня среда, вроде бы, есть, должно быть чем поторговать. Вы знаете, да, я сегодня сделал первую сделку в своей жизни на криптоактиве и пока доволен. Я, единственное, не знаю ее результат. Да, есть такое. Я не знаю пока ее результат. Вот посмотрим, ровно в 2 часа по восточноевропейскому, в 3 по Москве. То есть, 12 миллионов людей должны было там подвинуть ордер по своей торговой системе. Ну, вот посмотрим, что там и как там, и что там, и как наши олигархи реагируют на текущее состояние холодной войны между Россией и Британией. Впрочем, я не верю, что толстые дядьки знают, что такое криптовалюта и как туда прикладывать деньги. Если вся их анонимность – это хорошие толстые чемоданы с британскими фунтами или американским долларом. Нет, будем надеяться, что они уже исправились. А я хочу отметить, что сегодня родился не только Сергей Борячук, но и трейдер криптовалютами Сергей Борячук тоже сегодня. Да, есть такое. Первое. Поздравляем. Ну что, продолжаем. Да, соответственно, второй, о чем хотелось бы сказать, я нахожусь в позиции, вернее, у меня стоит ордер по ЕНИ, будем ее наблюдать две недели, если все будет хорошо. И стою в позиции по австралиец-новозеландец. То есть вчера был сигнал, вчера был сигнал, вчера он открыл меня, то есть есть что смотреть, есть что наблюдать. Ну а также будут активы, классические активы, мы будем видеть, что куда в сегодняшнем обзоре есть о чем поговорить, хотя в принципе рынок не адресирован. Ну, галенький. Так, а я пробую открыть, да, рабочий стол, если я правильно понимаю, логику. Конечно, конечно, демонстрацию рабочего стола, видим хорошо, так что смотрим. Еще раз пришлось, я не перевел в адекватный режим, в правильный режим качества трансляции, ну а теперь я готов. Я готов. Итак, коллеги, евро, как обычно мы начинаем с евро, хотя все-все планируется начать с индекса, но сегодня евро. Итак, что мы видим? Сценарий отбоя произошел, мы с вами при прошлой встрече, это было в понедельник, говорили о том, что возможен или отбой от перевернутого подбьющего облака, или вход, взятый, подбьющий в дальнейшем до линии Синькоус-Панде. Мы сейчас видим, вернее, я сейчас наблюдаю то, что формируется крест, это будет у нас золотой крест на вершине рынка, это сильный сигнал. Если Чинькоу выйдет за выше цены, а это даже по формально-технической причине, сигнал будет дважды усиленный, цена над оплатом, Чинькоу над ценой. Соответственно, евро становится очень интересной нам для дальнейших торгов. Сейчас мы наблюдаем формирование, возможно, это будет рикшен, что говорит о балансе, о равновесии на рынке. Соответственно, скорее всего, завтра, ведь сегодня в полночь, завтра в полночь, то есть сегодня или завтра у нас формируется золотой крест. Если ничего не произойдет сверхординарного, и евро не рванет вниз скоростью экспресса, и евро становится интересной для длинных торгов. Евро-доллар как инструмент необходимо, чтобы был у нас с вами в Котонке. Для анализа длинную сторону, тем более, что у нас с вами и 200-я скользящая, и индикатор медленной стахастики, пока еще говорит о том, что цена скорее готова к росту. Находится на длинной стороне, поле на длинной стороне рынка. Наблюдаем евро, возможно, мы с вами увидим в четверг-пятницу длинный торговый сигнал. Возможно, даже нет, скорее всего, в четверг или в пятницу. Так, на четырех часах мы наблюдаем здесь выход цены до линии, до трендовой линии. Вот эта линия четко видна на одном таймфрейме, проведенная через две точки, и сейчас идет третий ее тест. Тест представляет из себя падающую звезду, которая очень сильно, очень существенно сдвинулась вниз. Произошло тестирование некого уровня, который был виден раньше, и сейчас происходит восстановление цены. У нас, с вами, цена находится выше скользящей медленной, выше скользящей быстрой. То есть, скорее всего, мы будем наблюдать еще один тест линии тренда. Что это нам дает? Ну, как обычно, у нас с вами есть некий уровень, это максимум текущий, это уровень 1.24.11, 1.24.10, и вот еще уровень, это уровень 1.24.45. Вот это вот у нас с вами есть признаками начала торгов, то есть, цена уходит выше скользящей, извините, выше трендовой, выше уровня. Скорее всего, мы должны увидеть тест, и на этом можно попытаться поработать в длинную сторону. В таком случае у нас с вами есть перспективы роста где-то порядка, ну, если брать формально, да, то это первая цель 30 пунктов, я не знаю, там, с перспективой 100, 130 пунктов, да, при соотношении к стопу где-то порядка 20-25 пунктов, что первая цель 1 к 1, чуть-чуть лучше, ну, а дальше 1 к 5, то есть, на самом деле, длинная сторона евро становится очень привлекательной. Стохастика зашла в зону перекупленности, но вполне может быть, что мы увидим некое выныривание ее, но поскольку цена выше скользящей всех средних, не стоит говорить о коротком рынке, можно будет ждать повторного заныривания, как это вот было несколько раз предыдущий, вот смотрите, один раз, а вот второй раз, вот эти места я вам советую проанализировать, чтобы понять, чем повторное заныривание заканчивается, и насколько далеко после повторного заныривания цена может двигаться дальше, вот для примера. Вышли и повторно зашли вот здесь, это не есть торговый сигнал, сразу хочу вам сказать, да, но после этого цена прошла вверх, достаточно интересное время, 185 пунктов. Так, соответственно, я повторюсь, евро становится очень интересным с стратегической точки зрения на дневном таймфрейме, и на внутридневном, на четырехчасовом, да, и тактически тоже надо его отслеживать. Следующий инструмент – это британский фунт. Британский фунт, в который раз я уже говорил и буду повторять, что похожа динамика, но она очень сильно отличается в реальной жизни, особенно если сравнивать ситуацию с такими инструментами, как индикатор и шимоху, да, и мы имеем тренд вниз, но если евро его только будет тестировать еще, но была попытка первого теста, будет второй, то здесь мы не только его пробили, но мы уже с вами фактически выше него закрепились. Цена находится у локальной текущей вершины рынка, если можно так выразиться. При этом она находится в облаке, в подбирющей, и себя тоже, в принципе, вполне хорошо чувствует. У нас четыре растущие свечи сегодня будет, скорее всего, если ничего не произойдет, да, очень такого сильного, если там, ну, это фунт, будем наблюдать, фунт – это сейчас болевая, это нерв всей планеты, зубной нерв всей планеты на сегодняшний день, чтобы кто не говорил, ну, как минимум для русскоговорящего сегмента этой планеты. Это как минимум, но я думаю, прям оговорящего так. Поэтому я сейчас не хочу говорить о том, что мы начинаем фунт рассматривать как перспективно растущий инструмент. Попричем фунт-доллар, да, по простой причине он находится в облаке. Да, кстати, облако растущего характера. Была попытка вот сужения, сейчас я увидю, что это место. Но цена даже формально не пересеклась, то есть на текущий момент облако красное. Мы говорим о том, что все настроено на рост, но из-за того, что цена в облаке, мы не видим какого-либо смещения формального в длинную сторону. Просто наблюдаем не настолько пристально, как за евро. Четыре часа цена вышла за линию тренда, которая проведена на демонтной фрейме, и уже ее оттестировала снизу вверх. Хочу сказать больше, ровно четыре часа и двадцать, нет, сколько это, двенадцать часов закрылась свеча по времени сервера, вот в двенадцать часов вот эта свеча закрылась. По монетеровой системе открывался длинный сигнал, вот открытие, выше вот этой вот свечи, которая по крайней падающей свечи. А дальше это все я интерпретирую так же, как три метода, что позволит. Открываться выше максимума данной свечи. Я буду рассматривать, возможно, сегодня данную сделку, если получу скоп по одному из открытых моих инструментов, о нем будем говорить дальше. То есть сейчас на четырех часовом фреймпреме я наблюдаю тактически вот подобную картину. При этом это выше линии тренда, линия тренда пробита. Есть, ну, был сигнал, есть повторный сигнал. То есть, да, британский фонд у меня достаточно интересный для длинных торгов. Я не в позиции сейчас, но если я войну в позицию, то это будет порядка 60 пунктов. Буду наблюдать, да, обращаю внимание на данный инструмент. Фиксирую текущую попытку роста. Забыл, к сожалению, как Михаил Христунов называет подобную линию роста. Но вот будем наблюдать. Британский фонд становится интересным. Так, и опять же в длинную сторону. Вполне может быть, что если мы рассмотрим вот эту вот конфигурацию, кстати, как восходящий треугольник на вершине рынка, вот этого рынка, да, это будет продолжение, то у нас вот его высота. И в таком случае вот у нас прорыв фигуры. И дальше у нас этот вот максимум, посмотрите, да, вот он совпадает. Вернемся на дневной таймфрейм, то есть это у нас будет прорыв вот этого вот уровня. А прорыв вот этого уровня – это однозначно сожигание уже движения выше облака. То есть там уже подхватятся дневные всякие различные вкусняшки. То есть если мы будем идти не от большого к малого, а от малого к большому, то фунт тоже становится достаточно перспективным инструментом. Канадский доллар. Отработав на дневной таймфрейм некую коррекцию, о которой мы, в принципе, в понедельник говорили, что уже поменялись некоторые параметры, мы наконец-то здесь увидели хотя бы растущий канал. Это единственное, что, правда, мы здесь увидели. Больше я здесь не вижу ничего. Все очень крутое, да, это зигзаки, да, здесь вот что-то могло было быть. Что сейчас есть, это цена выше облака, у нас есть парад линий, как вот вчера, закрыжившись, вот эта большая зеленая растущая свеча своим закрытием сформировала сильнейший парад направления, сигнал направления парад линий. Некоторые трейдеры называют три линии, да, вот это вот торговый сигнал, но это, извините, сигнал направления. Он возник над облаком, он облако красного цвета, что еще Чинкову над ценой, то есть это все уже у нас сложилось в том, что направление тренда изменено на растущие, да, и, соответственно, нам необходимо дождаться длинного сигнала. Что будет представлять себя длинный сигнал? Ну, как обычно, я ничего нового не придумываю, это или некая смешная конфигурация, которая говорит о том, что цена будет расти, или экстремум первого-второго типа. Поэтому, если мы дождемся какого-то движения вот такого типа, да, а не важно, где будет минимум, главное, чтобы open был, вернее, чтобы close свечи, который будет падать, был выше тенкан, я буду иметь длинный сигнал. Ну, а по свечным конфигурациям надо смотреть, как будет разбираться сценарий, то есть меня интересует что-то вот такого вот вида, вот если что-то подобное будет, я буду ориентироваться на канации, на открытие позиции в длинную сторону. На текущий момент исключительно я его наблюдаю. Внутри дня у нас с вами цена пробежалась вдоль канала, как видите, да, линия канала достаточно интересная. И здесь формирует что-то в виде на текущий момент вымпела, что-то в виде вымпела. То есть это будет или вымпел, и в таком случае у нас с вами вот есть высота, сейчас, извините, у нас есть высота графической фигуры. Ну, наверное, вот так вот проведу, соответственно, вот наша высота вымпела, вот так вот сюда. И это все пойдет в линии канала. Ну, вот он, наш линия канала, сюда пойдет. Соответственно, произойдет зажигание, но мы тогда не получим дневной, я не получу на дневном таймфрейме длинный сигнал по канации, то есть она опять уронет вверх. Если же это будет сначала симметричный треугольник на вершине рынка, как фигура разворота для, там, 30-минутного, 15-минутного таймфрейма, по мне может быть, что мы получим движение вниз. И вот тут начнутся вот и формироваться вот эти вот штришки, которые и послужат для меня сигналом на открытие длинной позиции. Итак, канадский доллар, я его внутри дня на текущий момент не вижу, а вот на дневном таймфрейме продолжаю его наблюдать вполне перспективненько на будущее длинную скорость. Так, австралийский доллар. Австралийский доллар у нас все же оказался подбьющий. Я как сейчас помню, что я хвалил этот актив в том смысле, что надеялся, что он уже вышел в фазу стабильную для моих, привычную для моих торговых, что он здесь вот отрестирует облако и пойдет вниз. Здесь, увы, не случилось. Цена вошла в облако. Она здесь достаточно неплохо обосновалась. Мы имеем здесь три метода. Дважды вот три метода, вот три метода. Цена себе спокойненько идет вверх. Что еще интересно, да, даже если она дальше будет с такой же волатильностью или даже в два раза меньше. Молатильностью удачно пролет вот этот вот уровень. Не могу сказать, что он сильный. Ну, здесь он, здесь он на уровне. Вот она, 18-20 фунтов зоны. Останется сверху, то даже по технической картинке она выйдет наружу облака. Однако я бы не спешил это вот так вот. Вот так вот очень весело утверждать. Почему? Дело в том, что, ну, как вышло за уровень, так его вернется. Обратите внимание, облако поменяло свет. И мы говорим о том, что оно сейчас направлено вниз. Другими словами, цена в нейтральном положении, Чинкову в цене. Торговать нечего, просто наблюдаем. Все может быть, все может стать сам, да, как говорит старая студенческая мудрая поговорка. На четырехчасовом таймфрейме у нас расширяющийся симметричный треугольник на вершине рынка. В своих большинстве случаев данная конфигурация является конфигурацией разворотов. То есть у нас есть длинный, относительно четырех часов, растущий тренд. В принципе, его можно выделить, если есть желание, чтобы увидеть, что будет послезавтра, в пятницу. Посмотрим, что с ним произошло, как он пошел в рост, в падении. Вот. Вполне может быть, что будет даже и интересненько. Вот. Возможно, даже так. Ну, я не знаю. Пусть будет так. Там разберемся. Только четыре часа. Будем смотреть. Редкая фигура, симметричный треугольник расширяющийся. Но всякое может быть так. То есть, другими словами, австралиец не является сейчас для меня каким-то интересным инструментом для торгов. Новозеландский доллар у нас сейчас находится над облаком. Отработал три метода дважды. Раз, два. Сейчас он выше рынка. Рынок растущий глобально. Здесь, возможно, есть некая конфигурация. Я когда готовился к встрече, выкидывал провести вот здесь вот линии вот такую. Но она объективно отсутствует, поскольку здесь нет никакого экстремума. Соответственно, пока просто наблюдаем выход из облака, рост. Вполне может быть, скоро у нас появится и крест на вершине рынка, и это будет золотой крест на вершине рынка. Сильный торговый сигнал над облаком. Чинков будет над ценой. В общем, очень интересный инструмент. Его стоит рассматривать на дневную перспективу на рост. На четырех часах у нас с вами есть, посмотрите, вот целое такое пианино, но почему-то с поломанными клавишами. Кстати, с пианино мы сегодня встретимся еще не раз. То есть здесь какой-то расторговочный уровень, допросят меня, вернее, расторговочная зона, допросят меня трейдеры, которые торгуют на биржевых площадках. Там смысл некий другой в этой фразе. Но в любом случае, посмотрите, мы движемся в канале. А чем заканчивается выход из канала? Ну, я сейчас прыгать не буду по инструментам искать, но вы прекрасно знаете, что это есть. Как минимум, очень хороший повод выстрелить вверх и выстрелить вниз. Я вам советую, если у вас есть практики торговля новозеландским долларом по уровням, ну, где-то в стиле, например, Ромы Шевченко, то стоит обратить внимание на данный инструмент, высоковероятно движение в любую сторону в ближайшее время. А с точки зрения куда же, скорее всего, ну, тут вы хотите, я расскажу и так, и так, потому что сверху у нас пинцет, и снизу у нас пинцет. В общем, просто давайте дождемся прорыва. Просто что тут оценка потом достаточно интересная, да, вот тут вверх это 70-80 пунктов, а вниз это 50 пунктов. Но в таком случае со сравнимым стопом. С другой стороны, падать всегда веселее, чем расти. Так. Йена. Вчера Йена. Я очень в нее верю, верю и буду верить пока еще. Как видите, она никак не хочет, то есть демонстрируя глобальное желание, в кавычках, да, снизиться. Я сегодня дважды пропестировал уровень, даже как-то там на наших предыдущих встречах, да, заработать аж целых, не помню, то ли два, то ли три пункта. Йена генерировала, генерировала несколько раз уже сигнал, но по моей методике входа после этой встречи не было ни один раз, не было ни одного сигнала, который надо было, по которому надо было входить. А вот вчера он был сгенерирован, вчера он был сгенерирован. На текущий момент стоит ордер 106.19 на прорыв вниз, с защитным ордером чуточку выше максимума данной свитчи. Я не в позиции, жду ее. Возможно, я несколько повысил риск, у меня риск в любом случае это 3%, но если говорить о чисто мишимонку, то защитный ордер должен быть выше 107.48. По моей методике расчета ордеров это 107.51, но я все же остановился на классических подходах, да, это выше экстремума на один пункт, и, соответственно, сейчас у меня стоп 107.20 хай, да, хай. 107.26, мне сейчас установили стоп, но я не в позиции, жду. Я так понимаю, что, скорее всего, вот эта вот свеча должна сформировать сигнал трех линий, сигнал парада линий по данному индикатору, и я буду уходить в рынок с планируем движение до основания рынка и возможным переходом в стоп, в трейд-стоп, в зону без убытка плюс один-два кунта, где-то вот сюда. То есть иену я сейчас наблюдаю, жду, жду с нетерпением. Ну, буквально перед иеной говорили о австралийце и новозеландце, и вы знаете, что у нас есть австралийский и новозеландский доллар в наблюдении. На первый взгляд он мне понравился, скажу честно, сейчас он мне переспонравится, потому что у меня здесь же был аналогичный сигнал по, только чуть-чуть раньше, то есть позавчера был аналогичный сигнал, который мы рассматривали по иене. Был установлен ордер чуточку ниже минимума и защитный ордер выше максимума данной свечи. Открыт вчера и сейчас сижу в некой просадке, считая, что все же произойдет отбой от линии, от линии киджун и все будет хорошо. А нет, то на нет или сюда нет, будем наблюдать. То есть для меня сейчас данный инструмент является болевой точкой. Я сижу в некой просадке порядка, там, порядка, сколько это, 2% депозита в данном инструменте. Будем наблюдать. Он для меня становится интересным. По рынку здесь цена сейчас находится выше быстрой скользящей, ниже медленной скользящей. Скользящая скорее показывает на то, что цена направлена вниз, чем вверх. Здесь у нас была некая консолидация, на которой по счету и происходило открытие. Вот где-то вот так вот она была. Сейчас это не актуально, как она будет. Лично я надеюсь, тест 200 и движение вниз. Торговать сейчас поздно по инструменту, поскольку, да, и, собственно говоря, по конфигурации, опять же, нам скорее нужно рассматривать торги вниз, чем торги вверх. Соответственно, да, сейчас нейтральное положение, просто наблюдаем, с чем это все закончится. Мексиканский песо. В прошлый раз, когда мы говорили, я как сейчас помню, мы обсуждали длинные стени здесь и здесь, тест, да, тест, как ее, облако. Говорили вот об этом вот треугольнике, который и был пробит вниз. Если исходить из формального признака, вот здесь вот был короткий сигнал, вот он, прямо вот эта свеча, я в позицию не вошел, а по одной простой причине у меня был превысимый длинный рисков. Соответственно, инструмент интересный, актуальный, но, к сожалению, я выбрал, когда принимал торговое решение, выбрал не тот инструмент, ну, грубо говоря, не угадал, по какому инструменту надо входить. А собственного капитала пока недостаточно для того, чтобы охватить сразу более чем три инструмента. Одну долю капитала я оставил, да, для торговых, сейчас я расскажу немножко попозже, каких торговых. То есть у меня просто не хватило вот здесь вот открыться. Индекс доллара, а, да, четыре часа, извините. Четыре часа у нас здесь есть в линии направления. Она уже может считаться, наверное, даже линией тренда, я не знаю, посмотрим. Скорее да, чем нет, есть канал. Есть некий уровень. Вот он уровень, который цена видит. И будет ли это у нас с вами кратное основание, тройное дно? Или это будет у нас с вами нисходящий треугольник у основания? Или это будет прямоугольник? У основания покажет только время. На текущий момент, если все говорит о том, что цена скорее направлена вниз, чем вверх, но есть консультационный уровень, который цена уже отрабатывала дважды. Поэтому если говорить о перспективе о торговых, я не знаю, вам виднее. Но в целом цена ниже пятой, а пятая ниже двухсотой скользящей средней. А дальше у нас уровень, и ниже него ничего нет. То есть я думаю, что если у вас есть методика торгов, я не знаю, по фигурам, по свечам, по аллигатору, ну, если есть что-то, что позволяет получать сигналы, то значимость коротких сигналов, с моей точки зрения, выше, чем длинных, особенно если пытаться ставить крайне ниже уровня 18-50. Да, вот 18-50-23, то есть 18-50-20, вот если ставить ниже, то где-то там будет у нас с вами. Возможно, хорошее место для входа. Кто торгует, пожалуйста, обратите внимание, 4 часа перспективных для коротких сделок. И повторюсь, длинная позиция у меня по Ишимоку должна была быть открыта на графической фигуре. Опять же, что же касаясь Ишимоку, позиции как таковой нет. У нас здесь наружен и нарушен порядок линий. У нас с вами вот здесь вот было техническое пересечение, да, именно техническое пересечение. Мне сейчас надо дождаться мертвого христа на вершине рынка. Поэтому, если я никуда не влезу, а Австралия из Новоселандии выбросит меня из рынка, то у меня появится к этому моменту длинный сигнал, извините, короткий сигнал. Так, дальше, индекс доллара. Хочу обратить ваше внимание, да, как он. Достаточно быстренько сдал все свои позиции, которые набирал на той неделе. Мы фактически обошли облако, протестировали его, начинаем с этого поглощения. Дальше, что это у нас будет, звезда, не звезда, герб большой, не звезда. Но что-то вот такое, вот такой-то маленький волчок на вершине рынка. И с гэпом мы из него убрались. На текущий момент цена находится ниже облака. Облако направлено вниз. Чинкову находится формально в цене, но на сегодняшний день, да, это, видите, длинноноги рикша. То есть, ну, это только формально, завтра уже свеча, не звезда того, как закроется свеча. Чинкову будет ниже облака. И все говорит о том, что цена скорее идет вниз. Дальше, одна-две свечи, возможно, у нас возникнет крест под облаком. Это мертвый крест под облаком, сильный, короткий сигнал. Перспектива, перспектива такого сигнала порядка, там, сколько у нас, 830-850 пунктов. Соответственно, если вы торгуете индикатор, он не как на контрактах, но так как вы не торгуетесь, вы торгуете. Я думаю, целесообразно его рассмотреть, перспективность его в короткую сторону. Но перспективность его несущественная. На дневном таймфрейме у нас с вами здесь формируется, значит, в 6-ом таймфрейме формируется здесь в индук. Если вы такое торгуете, пожалуйста, обратите внимание на то, что у нас есть потенциал из первого порядка. Можно пробовать ниже рынка поработать вниз на 300-400 пунктов. Но в таком случае, что будет 200 пунктов, один в двум, стоит ли, стоит ли это, видно, будет вам, в вашей торговой системе, тем более, что у нас может нарисоваться здесь что-то еще подобное вот этому экстремену. На 400-ом таймфрейме индекс становится более интересным, чем на дневном, но все же он не настолько интересен, чтобы его рекомендовать к очень активному наблюдению. Есть более интенсивные, более интересные инструменты. Нефть продавила облака очень нехотя. Обратите внимание на два технических пересечения. Это технические пересечения. Имеется в виду пересечение линии Тенкан, линии Фиджун. С точки зрения формального рынка, да, посмотрите, какие восьмерочки он выписывает здесь, то есть мы находимся в Афаке, и Шемуку совсем не готов, в кавычках, конечно, да, определять, где мы, на какой, на какой стороне рынка. То есть баланс данного рынка нулевой. Соответственно, мы можем его только наблюдать. С другой стороны, мы сейчас тестируем Ченкову, извините, Ченкову спаде. А это у нас с вами, это у нас с вами может рассоединяться как три метода. Если цена уйдет выше максимума, и тогда мы вот медленно уйдем вверх. Открывается перспектива роста порядка 400 пунктов. С другой стороны, если мы отобьемся от Ченкову спаде, цена уйдет вниз, пробьет линию тренда. За это время произойдет уже до выхода Тенкан из облака, пересечения его с Киджун. Соответственно, у нас появится с вами и крест, и три метода, там, парадлиний, да. Или вот здесь и плюс изменение цвета облака опять произойдет, наверное. Здесь все очень тоненькое, все очень такое быстроменяющееся. Ну и Ченкову под облаком. Если говорить с моей точки зрения, то пусть баланс нулевой, линия баланса, извините, нулевая. Мы не понимаем окончательно, что здесь и как происходит. Но с моей точки зрения нет, скорее направлено все же, ну, готово двигаться скорее вниз, чем вверх. Так, золото своим поведением во многом не напоминает непонятно что. Мы находимся в облаке, у нас очень длинные и низкие тени, нижние тени. У нас с вами здесь есть вот такая вот поддержка. Но мы можем с вами нарисовать вот такое вот сопротивление. Но вот как-то назвать вот это вот счастье треугольника у меня язык не поворачивается. То есть у нас внизу рынка, вы видите, только тени, да. Да и волатильность совсем никакая. Поэтому золото пока оно находится в облаке, кстати, Ченкову в цене. Я думаю, что нам лучше понаблюдать за золотом. Но с точки зрения все-таки баланса, я в линии баланса индикатора, я не готов сейчас что-либо утверждать. Но в целом 200-е находится выше, извините, цена находится выше 200-е. То есть мы все-таки ориентированы скорее вверх. Интересный казус, да, обратите внимание. Краешек облака направлен, физически направлен вверх, но цвет понижения. Вот и так бывает индикатор решивок, когда он знает, что нам сказать по поводу цены. Я не советую золото наблюдать до конца этой недели с точки зрения получения торгового сигнала на дневном таймфрейме. На четырехчасовом таймфрейме картинка вот эти наши линии. Северея. Да, все-таки тени не так превалируют. У нас хоть чуточку есть какое-то тело. Свечей. Но с другой стороны, 200-е и 5-е скользящие сошлись в точку. Треугольник фактически выродился. Я буду с него брать в точка 1, точка 2. То есть он явно прошел более чем 65-70%. Ну, и другими словами, цена не определилась своим движением. И будем его наблюдать. Золото своей точки зрения не перспективно. Серебро. Серебро в своем поведении аналогично. Золото стоит только разница, что находится ниже облака. Это раз. Ниже двухсотой – это два. Облако расширяется и синие, ну, то есть падающее – это три. И чинком у нас находится формально в цене, но, в принципе, да, и завтра в цене, поэтому она нам ничего не говорит. То есть у нас есть очень вредная консолидация, стоит только разница, что она под облаком. Вот она под облаком. Есть, кстати, вот техническое, не техническое, как раз, это пересечение называется «золотой крест». Это не техническое пересечение. Надо будет его наблюдать, но мы его не торгуем. Почему? Это длинный сигнал под облаком при цене под облаком. Это очень слабенький сигнал для принятия другого решения. Давайте мы активно наблюдаем. С моей точки зрения, все-таки он, наверное, пойдет вниз, если ничего существенного не произойдет. Это не рекомендация. Это мое мнение. Я советую по металлам посидеть на заборе. Так. 500-ый. S&P 500, что-то вылетело слово с головы. Итак, S&P 500 у нас есть с вами. То есть цена над облаком, прийти внимание, да, падающая звезда. Следующую конфигурацию можно интерпретировать как захват за пояс. То есть две подряд сильные разворотные конфигурации, но мы оказываемся над облаком. Ну вот такое тоже бывает в индикаторе и шумоку. Если мы над облаком, мы рассматриваем длинные сигналы. Дальше. Ченкову над ценой мы рассматриваем длинные сигналы. И мы находимся над 200-ой скользящей. С формальной точки зрения мы находимся в длинном рынке. Более того, скажу, если бы было на несколько пунктов свеча ниже, минимум этой свечи ниже, у меня бы даже был длинный сигнал. На текущий момент его нет. Но актив надо наблюдать. Актив надо наблюдать, по мне, может быть, что он выстрелит в длинную сторону. Тем более, что с точки зрения индикатора и шумоку мы находимся в флете. И если мы будем с него выходить, то выстрел за вот эту скользящую среднюю мгновенно... Ой, извините, за вот этот уровень. Это у нас уровень 28,06, да? То есть 28,00, грубо говоря. Выход за этот уровень мгновенно развернет индикатор в нужную нам сторону с глобальной точки зрения. Мы помним, что индикатор и шумоку – это дезинерционный индикатор. Соответственно, вполне может быть, что у нас будет интересное решение по торгам. Впрочем, не забываем, до парада линии еще далеко. Тижун еще ниже облако. Поэтому просто, ребята, просто наблюдаем. Не надо торопиться. Внутри дня индикатор имеет... Отработал, посмотрите, двойную вершину, он ее отработал. Сейчас мы имеем, пока непонятно что, это похоже на O-образный разворот. Мы находимся ниже быстрый скользящий средний, выше медленный скользящий средний, то есть в состоянии в фазе коррекции. Я бы не хотел это называть восходящим, как это будет, расширяющимся восходящим треугольником на вершине рынка, но вполне может быть. Вот так вот. Такие вещи пробиваются обычно в сторону уровня. Да, посмотрите, подумайте. Может быть, кто торгует данный инструмент, да, может у вас возникнуть интересные торговые идеи, но все же лично я остаюсь при вершинце первого мнения, то есть данный инструмент лучше не торговать, посидеть на заботу. И последний из индексов – это Nikkei 225. Посмотрите, его динамика очень близка к динамике иены. Такая же большая свеча. Но если у нас здесь открывающий кордер стоит ниже, стоит ниже Tenkan, и здесь построится у нас с вами парад линий, то здесь такого праздника у нас не будет. Здесь открывать ниже, это будет ниже Kijun, но цена бы находится выше 200, там ниже 200. До парада линий здесь у нас еще с вами порядка 350 пунктов. Ну, то есть, имея внешнее решение, скажем так, да, которое говорит о расширяющемся облако, ну, в общем, все говорит о том, что цена, скорее всего, будет идти вниз. По массе формальных признаков решение по торгам здесь мной не принято вообще. Инструмент только наблюдается перспективно. Перспективность – короткий рынок, но торговать я его пока не вижу необходимости, да и возможности. На четырех часах у нас здесь формируется в будущем, возможно, это будет голова-тречья. И в таком случае мы начнем бежать вниз вот с этой вот высоты. Вот сюда. Отработка этой высоты нам приведет к закрытию вот этого гэпа и к прорыву вот этого вот уровня. Да, вы видите, вот его здесь цена, здесь, видите, вот это уровень такой. Промежуточный уровень, но достаточно серьезный. Если мы его отрываем, то вот наш следующий уровень, который более-менее цена вегет. И дальше вот основание рынка. То есть формально, формально, где-то порядка 600-700 пунктов есть для снижения внутри дня. Опять же, если мы говорим о торговле в длинную сторону, цена должна прорвать быструю скользящую, выйти выше медленной скользящей, прорвать уровень вот этот вот, да, который слабенький, но он есть. Здесь оказаться выше уровня, не знаю, что это за уровень, это бог с ним, он давно уже его не было, давайте я его грохну. И вот оказавшись выше вот этого вот уровня, мы с вами сможем поторговать вверх в порядке 300 пунктов. Сценарий маловероятный, исходя из текущей разметки. Ориентировался скорее бы на торги визию. Ну и переходим к криптовалюте. Мне самому не терпится узнать, что там делается по битку на 30 минутах. По битку на 30 минутах я сейчас еще нахожусь в короткой позиции и меня закроют через несколько тиклов, я так понимаю. У меня сейчас защитный ордер, вот здесь выше вот этого максимума, это 80, нет, извините, 8720, не могу сказать под рукой у меня, нет, записи, но в общем где-то 8720 мне ставят защитный ордер, то есть я открывался на, вот здесь вот на экстрему, у меня это экстрему первого типа, вот здесь вот я открывался. И сползал за ценой, посмотрим, что там получится. Хочется верить, что цена пойдет еще вниз, все-таки жадность человеческая, как и глупость, не имеет границ, но в любом случае у меня первый эксперимент удался. Главное теперь не возгордиться, не посчитать, что уже поймал богатрианин до забора. Будем наблюдать, пока я еще в короткой позиции, но похоже недолго. А вообще с точки зрения торгов на 4-6 таймфрейме, вот здесь вот возник торговый сигнал на прорыве данной линии, почему я ее начал отрабатывать и интересоваться, как вы знаете, я еще консультирую один трейдинговый дом, который занимается именно криптой. И мы вот этот вот на часовом таймфрейме треугольник, вот этот треугольник, мы ввели продолжительное время. Он там не так был нарисован, потом так, ну то есть мы не отслеживали. Для нас было не критично движение вверх, нас интересовала именно поддержка, и сегодня мы ее отслеживали, обсуждали, и на 30-минутном таймфрейме я на нем никогда не сидел, но я увидел сигнал, классический сигнал, и решил его попробовать. Так что вот история. Соответственно, да, по режиму сегодня сигнала нет, по режиму у нас сейчас пора длинить, но нам необходимо дождаться некоторого коррекционного движения вверх для того, чтобы попытаться на 4-х часах открыть короткую позицию. Это все, что я могу сказать о 4-х часах, а внутри дня мы так быстренько разобрали, что, куда и как. Лайты. Лайты представляет из себя зеркальное движение в большинстве случаев биткоина, ничего о нем не могу сказать, ни хорошего, ни плохого. Сегодня сформировался крест, вернее, ну, сегодня, понятно, 4 часа, то есть, да, закрытие прошлой свечи сформировало крест, закрытие этой свечи сформирует пора длинить. То есть, у нас с вами есть уже все по направлению вниз, осталось дождаться некого коррекционного движения вот этого и всего этого падения, чтобы искать короткий сигнал по лайкам на 4-х часах. На часовом таймфрейме вполне может быть, что мы сейчас наблюдаем формирование подобного сигнала, цена должна закрыться выше текущей предыдущей свечи или следующей выше, и тогда можно рассматривать потенциал экстремума как короткий сигнал для сложившей ситуации. Цена ниже трендовой, ниже пятой и ниже, и ниже двухсотой скользящей свечи. Так, дальше. Манера, да, манера, господи. Надо записывать перед каждым выступлением в тезах, как называется, да, реактив. Вот, обратите внимание на прилипание, а на более мелком контентрении, это то, о чем я сегодня говорил, да, вот классическая пианино фактически, вот его высота, и вот его ожидание от него. Цена отработала одной свечой, ну, следующей свечой после прорыва. Можно ли было что-то здесь заработать? Мне говорить сложно, даже поиск формального кода, вот у меня его не было. Например, у меня по данному инструменту формального кода не было. То есть, да, движение есть, да, фигура отработана. Кстати, обратите внимание, пробит нефиг минимум локальный на текущий момент времени. Все, говорится, она идет вниз, крест, 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 делал. Вот он у нас делает крест, сейчас у нас фаза парада линий. Все у нас ориентируется по данному инструменту вниз. Так что, если вы его торгуете, обращайте на него внимание. Так, на часовом таймфрейме, а мы его рассмотрим. Все. Повторюсь, все красиво, входа не было. Подобная ситуация с Dash, все двинулось вниз, входа не было. Вот прямо сейчас формируется мертвый крест у основания, это хороший длинный, короткий сигнал, Ченкову поддерживает его. Облако расширяется понемножечку, да, ну, то есть мы говорим о том, что цена идет вниз. И это хорошо с точки зрения тренинга. Следующее, что меня интересует, да, это вот следующая свеча после этой, это будет парад линий. И тогда уже вообще все звезды говорят, что по Dash необходимо работать в короткую струну. На часовом таймфрейме картинка аналогичная, цена прорывает линию тренда, но настолько интенсивно, что у нас не за что засветиться, с моей точки зрения, за торговый сигнал, надо дождаться коррекционного движения. Сейчас движение, то есть можно только наблюдать, ничего конкретнее сказать не могу. И последний инструмент на сегодня, эфир, эфир четырехчасовый таймфрейм, как все, да, он находится у основания рынка на текущий момент, но интенсивное снижение, фактически, сейчас скажу, Так, тут у нас лоу, 680, нет, стоп, тут у нас хай, 699, два нуля, а здесь хай, нет, а здесь, вот, да, формально здесь был короткий сигнал, я его не отрабатывал, потому что у меня больше нету, на текущий момент у меня нету риска для работы с ним, вот здесь вот был хай, формально было войти здесь, и по, вернее, по потенциал стремя первого порядка, и войти по сничной конфигурации, то есть ниже, вот здесь, было два входа, а с целевым, с целевым, вот основание рынка, это 4800 против 21 с копейками, да, то есть здесь есть хорошее соотношение, 2 к 1, стоп-плостный профит, даже 3 к 1, стоп-плостный профит, поэтому, кто вошел, тут молодец, все остальные сидят на заборе, и внутри дня, ну, вернее, на четвертом контроле, картинка 1 в 1, все интенсивно падало, теоретически вот на этом тоже можно было присоединиться, но это теоретически, я в рынок не вошел, ничего сказать не могу, ну, формально у меня все, готов отвечать на вопросы. Хорошо, спасибо большое, Сергей, давайте остановим демонстрацию рабочего слова, так вы, значит, заключили сегодня одну только сделку по криптовалюте, правильно? Да, ну, первую, на момент, когда мы с вами говорили, да, хотел, кстати, глянуть перед тем, как остановить рецепт, остановить, что там у нас, здесь уже все набошло до 87, там где-то 21, 87, 22, где-то туда, то уже я не рынка, но сходил успешно. У вас без убыток стоит, я так понял, да? Да, у меня без убыток стоит, я, наверное, тогда открою, я сейчас, под рукой у меня нет, буквально на секундочку. Да-да, давайте подведем итог, конечно, мне интересно просто, чем запутать. Ну, фактически биток меня отработал себя просто классически, никаких, только на 30 минут, как я сошел. То есть я вот выше вот этой свечи на несколько пунктов, сколько там у нас хай? Хай 87, 21, 25, значит, у меня 87, 21, 26 стоит защитный вот сейчас. Открывался я вот здесь вот на вершине. То есть вот это я пробежал, и я еще пока, в принципе, даже в позиции. Когда закроются текущие полчаса, я перенесу ордер на пару пунктов, он у меня будет находиться на хай 87, 10, 8. То есть вот здесь вот на один пункт выше вот этой свечи, при условии, что цена будет, что следующая свеча будет падающая, ну, или красная по цвету снижение. Я ордер тащу за максимуму свечей, которые идут в выбранном направлении. У меня такой подходит. Ясненько, Сергей, понял вас. Спасибо за ваш ответ. Давайте остановим демонстрацию рабочего. Я хочу поблагодарить вас за отличный, интересный обзор. Думаю, много торговых идей мы сегодня получили. Вас еще раз поздравляю с днем рождения, счастья, удачи, здоровья в жизни и на рынке. И самое главное, хорошего настроения. Спасибо, спасибо всем, кто меня слушал. Надеюсь, встреча была полезной. Всем хороших пробиток и до встречи в пятницу. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.